Микс Ньюс Здравствуйте, сегодня вторник, день добрых дел на радио Болтку В эфире программа «Зелёная лампа» Веду её сегодня я, журналист Ольга Авдевич И у меня в гостях гость студии, певица Мария Наумова Здравствуйте, Маша Добрый день И сегодня напомню, что помогаем мы Наши дикторы об этом уже вам сообщали Замечательному, чудесному ребёнку Девочка, ей 10 лет Зовут её Анна Я Анна Алексеевна Алексеева живёт она в Гулбане И мы помогаем собрать средства Чтобы установить в подъезде подъёмник Подъёмник для инвалидного кресла Девочка передвигается в инвалидном кресле И специальное такое приспособление ролатор Это, знаете, такая вот как четырёхножка с колёсиками И она очень шустро достаточно пользуется этим ролатором Активная, умная, очень красивая девочка И для того, чтобы она сама смогла преодолеть Восемь ступенек от квартиры на первом этаже И выйти во двор Вот оказалось, что никак семья сама не справится Никакие государственные структуры не могут помочь И это, к сожалению, юридически обосновано И остаётся надежда только на помощь общества Общества добрых людей И наш телефон 9306384 Подключен вот к этому специальному счёту Который всю неделю будет помогать Собрать денежки на то, чтобы Анна смогла получить этот подъёмник И вот перед эфиром мы с Машей обсуждали Что, ну, конечно, очень грустный такой вот этот повод Каждый раз, когда сталкиваешься с какой-то ситуацией Которая, в общем-то, с точки зрения здравого смысла Должна разрешаться очень просто То есть самоуправление государства Должно включаться и это делать Но, к сожалению, не всегда это происходит И, в общем-то, во всех странах существуют Благотворительные инициативы, проекты и фонды Которые подключаются к ситуациям Когда государство не покрывает какие-то расходы Вот, Маша, как вот Вы считаете Как относиться к таким историям? Можно, конечно, ругать государство Вставать в позу Кипит наш разум, возмущённый от того Что действительно так происходит Или просто вот как-то откликаться, не обсуждать? Ну, это две, на самом деле, не исключающие друг друга вещи То исключаться, мне кажется, надо Это обязательно, это, мне кажется, очень естественная вещь Помогать другим Помогать тем, кому это нужно Это то, что называется сердцем, на самом деле, человечностью Это то, что нас, на самом деле, делает человеком Вот это такая-то бродетель какая-то Вот, и то, что, к сожалению, в нашей стране Вообще, вообще система Вот вся эта система, которая связана с людьми С ограниченными способностями Возможностями, так скажем Да, она плохо развита И мой папа, который был всегда на костылях Он прожил всю эту жизнь Вот в этих условиях И я очень хорошо понимаю, о чём идёт речь О чём идёт речь в данном случае И я понимаю родителей Потому что это действительно, это Анне растёт Пока она маленькая, это одно Когда она будет подрастать, совсем другое И для того, чтобы ей быть самостоятельной Конечно, это необходимая вещь Вот, я думаю, что поругать можно всегда И только мало толку от этого будет Вот, а помочь мы можем Кстати, у нас на сайте размещена публикация Можно посмотреть, действительно, девочка, ну, очень красиво Вот, как будто, вот, как фильмы чешской студии Вот в нашем детстве были фильмы про Золотовласку Вот, абсолютно У неё такие, ниже пояса золотые волосы, голубые глаза Она улыбается Умничка, занимается музыкой, кстати Вот, Маша, вы у нас музыкант в студии А Анне учится играть на флейте Ещё посещает музыкальную школу И хочет, мечтает играть на саксофоне Но мама вздыхает и говорит, что Так как она, ну, как человек сидячий, да То есть она, ей не будет хватать ни силы, ни воздуха в лёгких Вот Она мечтает ещё играть на саксофоне в свои 10 лет Я бы, конечно, во-первых, и так нужно отдать дань родителям За то, что они делают Я уже послушала о том Историю немножко, да За кулисами, так скажем, нашего разговора Но я думаю, что саксофон почему бы и нет Это надо пробовать Ну, вот она ещё маленькая У неё всё впереди Но, с одной стороны, вот мы говорим маленькая Опять же, посмотрите У нас опубликована фотография Вот там видно, да Что, в принципе, эта 10-летняя девочка Она же так вот маме до плеча И чисто физически мама Её таскать, вот эти 8 ступенек И ещё чуть-чуть вниз из подъезда Вот сейчас уже в её 10 лет Ну, это реально неподъёмная тяжесть Именно поэтому сейчас вот родители Просят этой помощи А история такова Анна и родилась У неё диагноз спинобифида Есть такой вот диагноз Это когда несколько позвоночков У новорожденного не закрыты То есть не сомкнуты И происходит влияние Получается открыт спинной мозг Девочка перенесла 5 разных операций За это время И, в принципе, сейчас уже родители Вздохнули спокойно Потому что сейчас вот уже просто нужно Заниматься реабилитациями Укреплять вот мышцы И, в общем-то, спокойно можно жить Отважные родители У них есть ещё 4-летний сын То есть они, несмотря на вот такую тяжёлую историю Они решились на второго ребёнка И когда Анна подросла И просто на колясочке уже Ну, как вот ребёнка До двух лет мы возим Уже было понятно, что нужна инвалидная коляска Нужны эти ролаторы Они снимали квартиру в Риге И решили, что нужно установить подъёмник Столкнулись с тем, что Помимо того, что нужно собрать Очень много разрешений Обязательно нужно быть владельцем собственности То есть квартира должна быть в собственности Они снимали квартиру И тогда они вместе Всей семьёй с родственниками Посоветовались и перебрались в Гулбаны Где живёт мамина сестра И в районе живут ещё бабушка и дедушка Всей семьёй, значит, они собрались Первый взнос на квартиру И взяли в кредит Взяли в кредит квартиру на первом этаже С очень тихим двориком Переехали туда, в Ригу Живут в Гулбаны А мама работает Ездит на работу в Валуксне То есть там вот всё подчинено девочке Так как девочка скучает по Риге И по своим товарищам Она занимается в группе танцы на инвалидных колясках Ещё раз в неделю её возят в Ригу На эти занятия танцами на инвалидных колясках И получилось, что никто не может сделать этот подъёмник Вот тебе первый этаж, вот тебе тихий двор Вот тебе они, собственники квартиры И, к сожалению, самоуправление не может участвовать Не может оплатить И это законно Мама, она сама учится в магистратуре в Страдане на юридическом То есть она уже, в принципе, изучила всё И вот когда они уперлись лбом в стенку Они обратились в фонд BeOpen С просьбой о помощи И тогда специалисты изучили ситуацию Собрали документы, все согласования Вот сейчас всё готово И цена вопроса получается порядка 10 тысяч евро Вот, и сейчас открыт вот этот специальный проект И у нас на сайте есть банковские реквизиты Ссылка на счёт, где можно пожертвовать любую сумму Там вот хоть один, хоть два евро С карточки И обязательно нужно сделать пояснение Что это помощь Анне Алексеевой Вот мы вам будем очень благодарны Ещё раз напомним, телефон 930-6384 1 евро 42 цента Напомним, что в студии у нас певица Мария Наумова Маша, вот такой вопрос 4 мая, день восстановления независимости И у вас в вашем профиле, на вашей страничке В социальной сети Facebook Вы разместили очень такую милую, тёплую фотографию Без пафоса, на белой тарелке Контур Латвии из зёрнышек граната И вокруг красные лепестки тюльпана Тут же пошли комментарии Да, и люди там вам написали Что вот Лучше бы вместо красивого фото Вы что-то сделали Лучше бы вы подумали о том Что вообще люди уезжают из нашей страны Куда смотрят политики и так далее Мне очень понравилось, как вы ответили Да, как-то появился почему-то такой комментарий Который очень странный Когда женщина ответила Да, на её, кажется, звали Она почему-то ответила Что красивые фотографии Лучше бы что-нибудь сделали На самом деле Я никогда не отвечаю на комментарии Как бы такого рода Но тут я не смогла Потому что, ну, как-то я понимаю Что человек, у него, наверное, тоже где-то болит что-то И вот он Но сам он не способен То есть ему легче обвинять других Чем делать что-то самому Ну, или быстро так прибежать Гадость написать Ну, это Человек мне не ответил Поэтому я так думаю Что, наверное, ответ заставил задуматься Вот А ответом было то, что на самом деле То, что Я просто ответила то Что я делаю И что мы делаем Мои друзья, как бы мы С семьёй, друзьями, коллегами То, что мы делаем И как мы помогаем Потому что мы довольно активные участники На этом фронте, так скажем И сколько есть возможностей Мы стараемся помогать Маша, ну вот я попрошу вас Немножечко подробнее рассказать Потому что мы в нашей программе Настаиваем на том Что, в общем-то, эта программа И придумана для того Чтобы известные люди Рассказывали Как они участвуют Каких-то благотворительных проектов Чтобы изменить в обществе Немножечко, в принципе, отношения Вот Вы же сказали, что Вы в семье Всю жизнь сталкивались с тем Что нужно менять Отношения к людям С ограниченными возможностями В обществе Мне кажется Не надо его создавать Другое отношение Потому что это такие же люди Замечательные, потрясающие Просто почему-то Создано Как бы у нас Может быть, это идет Из, не знаю Из Советского Союза Когда не было того Не было того Не было того И инвалидов тоже не было Вот Но, к сожалению У нас очень много людей С ограниченными возможностями Которые вообще закрыты В своих четырех стенах Я уже не говорю про какие-то Или они закрыты Просто в каких-то центрах Вот А помогать Как я уже сказала Что это, по-моему Такая наша Наша сущность То есть мы должны Это наше человеческое Как бы качество Вот Чем я занимаюсь Чем мы занимаемся Ну, это разные проекты есть Вот У нас был рождественский тур Который был Как бы это были концерты Посвященные У меня маме был юбилей На Рождество Восьмидесятилетие И я поняла Что этот концерт Как бы этот тур Который у нас был Можно я поясню Для наших радиослушателей Мама Мария Инаумова Это актриса Рижского русского театра Евгения Солдатова Кстати, вчера мы Встречались С актерами Нашей русской драмы И лучший артист Алексей Кургин Узнав, что у нас В эфире будет Мария Инаумова Сказала Пожалуйста Передайте Огромный привет Ее маме Вот мы передаем Передайте, пожалуйста Спасибо, да Обязательно Им будет очень приятно Она Просто был как бы Тур Концертный тур Посвященный маме И соответственно Наша как бы И благотворительность Так скажем То есть наше хорошее дело Было направлено На людей Вот того возраста Или сеньоров И людей Которые находятся В социальных домах Потому что Детям Так скажем В нашей стране Помогают Гораздо больше Что бы мы ни говорили Про эту ситуацию Которая сегодня У нас на повестке дня Да Но В любом случае Детям И вообще у нас Как-то люди Откликаются больше На помощь Детям А сеньоры Они вообще Как-то так В стороне Вот И мы Мы собрали деньги То есть Определенная часть От наших сборов За концерты Она пошла на помощь Вот Нескольким домам Социальным И мы Кстати подъемник был В одном доме В каких-то домах Это были Очень простые вещи На самом деле Это были подушки Это были занавески Вот от солнца Чтобы закрыть окна То есть Очень простые вещи Которые на самом деле Люди Часто Выбрасывают А по большому счету Есть куда это отдать Хотя конечно Если говорить Про подушки То эти люди В социальных домах Они очень Они очень так трепетно Относятся к тем моментам Они любят Иметь что-то свое Пускай это будет Маленькое Не казенное Чтобы было Да И все-таки новое То есть Вот чтобы это было их С детьми Например Как вот Как семья у нас Да То есть Это наш такой Например У сына в классе Мы взяли На Рождество Дети вышли Своими руками Они сделали подушки Вот 20 подушек Они сделали Они сами решили Отвезти это В социальный дом И они вот поехали Это какой возраст И какой класс Это второй класс Восемь лет И вот эти детки Они с большим удовольствием Поехали В прописцентр В социальный дом И повезли Какие-то там Угощения Выступали там И подарили подушки Это было очень Действительно Трогательно И это важно было Чтобы дети Видели Видели Как минимум Те условия В которых Живут какие-то люди И очень многие На самом деле Условия Конечно Не самые веселые Вот Я думаю Что детей Очень важно Приучать Им надо объяснять Что жизнь Она не просто такая Какая она у них есть С телевизором С конфетами Не знаю Развлечениями На выходных Да Я не говорю Что она у всех такая Ну как бы Мы говорим Про тех людей Которые наверное Слушают вашу передачу У которых есть радио И которые могут себе позволить Вот нам Взять сейчас Телефон И набрать Ваш номер И помочь кому-то Давайте напомним Наш номер 9-3-0-6-3-8-4 Ваш звонок Направляется В помощь Десятилетней девочке Анны Для того Чтобы установить В подъезде Подъемник Для инвалидной коляски Чтобы девочка Могла Самостоятельно Выезжать на улицу И добраться До библиотеки У нее во дворе Специально искали дом Чтобы была библиотека С детской комнатой С настольными играми До магазина И просто во двор К друзьям А сейчас мы с вами Прервемся на новости И рекламу Оставайтесь с нами Через несколько минут Мы продолжим Нашу программу И снова Здравствуйте В эфире программа Зеленая лампа Веду ее я Ольга Авдевич И гость студии Певица Мария Наумова И в самом начале По традиции Мы должны Отчитаться перед вами По итогам Прошлой недели На прошлой неделе Мы помогали Рижской десятикласснице Диане Краукле У девочки Диагноз ДЦП И ей требуется Компрессионный костюм Спио-костюм Так называемый И артозы Для того Чтобы она могла Самостоятельно Преодолевать Хотя бы небольшие Расстояния И сумма Требовалась Пять тысяч пятьсот евро Собрано Три тысячи семьсот сорок три Поступила на благотворительный телефон Тысяча пятьсот семьдесят пять Звонков На сумму Тысяча девятьсот шестьдесят восемь евро На счет поступило Тысяча семьсот семьдесят пять евро Сбор средств продолжается Ссылочка на счет У нас на сайте размещена И мы надеемся У нас еще есть время Где-то месяц Потому что в Германию ехать Надо будет В августе-сентябре На очереди Диана Что эта сумма доберется И огромное спасибо Всем, кто откликнулся А на этой неделе мы помогаем Десятилетней девочке Анной Алексеевой Оплатить подъемник Чтобы она могла преодолевать Восемь ступенек Вот пока была рекламная пауза Мы с Машей Говорили о том Почему такая большая сумма То есть вот Общая сумма на этот подъемник Высчитали специалисты В Голбан В самоуправлении И в благотворительном фонде Би-Опен Десять тысяч евро Во-первых Вот от чего Мы были просто Это был для нас Какой-то такой Неприятный сюрприз Что с этой суммы Обязательно нужно Оплатить налоги Я сейчас не буду врать Через неделю Мы вам расскажем точно Да и в принципе Это вообще тема Отдельной программы Да это с депутатами Там с представителями Самоуправлений Но внутри этой суммы Еще налог Плюс Обязательно Это не только сам подъемник Да это работа по его установке Это переоборудование подъезда И еще Пространство Оборудование пространства Рядом с подъездом Чтобы эта коляска Смогла съезжать То есть в общем Получается Вот такая огромная сумма Извиняюсь Знаете только что Я слушала вас У меня пришла идея Может быть вообще Предложить нашему Техническому университету Ребятам Студентам Разработать Такой подъемник Который стоил бы Не 10 тысяч евро Хорошо Он стоит меньше Без налогов Придумать какую-то систему Которую они бы могли делать Как бы как свой проект Как свой проект Проект технического университета Почему бы нет Может быть даже Не только технического университета Может быть совместно Есть же социальный Факультет Который готовит социальных работников В его университете Страдания В Латвийской христианской академии Это прекрасная идея Кстати По большому счету Я думаю Потому что проблема Очень большая И технически Это не такая сложная вещь Чтобы да Это не надо быть Асом робототехники Чтобы придумать Простой подъемник На самом деле Который мог поднять Объемное количество килограмм Кстати у нас 9 мая Наша программа У нас был такой Свой маленький день победы Мы ездили в Юрмалу В гости к Елене Дроздовой Полгода назад Начали Заниматься Вот Вопросом Установки подъемника Молодая Достаточно Женщина Одинокая Тоже Перебралась Специально В Юрмалу На первый этаж И столкнулась с тем Что она не может Выехать из квартиры Она оказалась Заперта в этой квартире Просто вот В заточении И самоуправление Я искала Прежде чем меняться Она из Бауски Переехала Надо было выяснить Вообще Что здесь Мы вам подъемник Построить не можем Юрмальское домоуправление Самоуправление Одно из самых богатых Вообще В Латвии И там Предложили взять кредит На установку подъемника И потом По итогам Можно претендовать На частичное возмещение От тысячи до двух с половиной Где-то так Ну то есть Какой может взять кредит Человек Который Получает пенсию По инвалидности В Голубене Самоуправление тоже У них вот Ну просто нет бюджета Не потому что они плохие Или злые Или вредные Да Это все абсолютно законно У них Они не имеют права У них нет средств На оплату Им предложили Взять Тоже кредит А Семья взяла кредит На квартиру Чтобы Иметь ее в собственности И поставить На этом основании Подъемник И И тогда Самоуправление Может вернуть проценты Переплаченные Сверхсуммой кредит Ну то есть Вот такая история Говорю можно Это отдельная тема Отдельная тема Это Проблемная тема Это тема Круглого стола Мы такие круглые столы Проводили В рамках нашего проекта А сейчас Наша тема Просто Помочь Этому ребенку Потому что Мама уже физически Не может ее Просто вот Поднимать То есть Мама должна Спустить коляску Да Потом вот Прийти за девочкой Ну то есть Там уже Это действительно Десять лет Тот возраст Когда Это очень сложный Вот мы С Марией Наумовой Обращаемся к вам С просьбой Просто сделать Один звоночек Может и Не может и два Девять Девять Три Номи Шесть Три Восемь Четыре И Конечно же Мы всегда говорим Не только О наших конкретных сюжетах Не только О благотворительности Вот о музыке Раз у нас В студии Певица И музыкант Слов Из текста Который написал Для меня Владлен Дозорцев Когда мы создавали Первый мой альбом Вообще Первый мой Вместе с Маэстро И это была Первая мелодия Ну одна из первых мелодий Которую написал Маэстро И она действительно Такая очень Романсовая Я этот романс Называю За все грехи И вот там есть Строчка До светлых слез И как-то вот К этой программе Лучше Подобрать название Наверное Было сложно Мне действительно Позвонила подруга Мавреза У нас был концерт Приятельница Она была на концерте Она потом позвонила Она говорит Как точно подобран Вообще название Я говорит Действительно Слезы у меня текли Часто Во время программы Но говорит Мне было так хорошо Вот Идея Вы знаете Мне в принципе нравится Что-то То есть я интересуюсь Какими-то вещами И когда я узнаю Что-то новое для себя Мне хочется этим поделиться И поделиться Конечно Со своими слушателями И как бы Романсы Это такая тема Которая То есть мы Есть люди Которые любят романсы Есть люди Которым это скучно Кажется в какой-то момент Потом они выпивают Бокал шампанского Им кажется уже хорошо А если бокал Красного Романта Ну если Можем продолжать Но на самом деле Романс Это такая На самом деле Это музыка Которая Ближе всего Откликается То есть наверное Глубже всего Откликается В человеческом сердце Потому что романс Он Это незатейливая мелодия Очень часто Но очень Такая поэзия Которая 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 Действительно Говорит О душевных Переживаниях Вот Но поскольку Про романсы Мы-то знаем Только Вот скатерть белая И романсы цыганские Мы говорим Вот цыганские романсы А когда я делала Цыганскую программу Да И по истории Цыганского народа Я поняла Что То есть я для себя Открыла Что нет понятия Цыганского романса Есть понятия романса Которые исполняют цыгане Добавляя свои Какие-то Интонации Такие интонации Какие-то Какие-то элементы Музыкальные Или текстовые И получается Как бы И становится То есть русский Классический романс Становится классическим Цыганским романцем И мне стало интересно И потом я поняла Что слово романс Это не русское слово Вот откуда оно произошло И так я начала Как бы изучать Этот вопрос И поняла Что романс В том виде Который мы знаем И привыкли Называть То что мы называем Романсом Это появилось Вообще в начале То есть не в начале Восемнадцатом веке А до этого Было еще несколько веков Когда существовал романс Именно Это происходит От испанского Слова Романис Что в переводе Называется по-испански Вот Или по-романски По-испански То есть родина Романс И является Испания Вот И как-то Такой путь До того романса Русского романса Который мы знаем И любим Ну там довольно длинный И очень интересный И там И мне стало это интересно И мы это вложили В программу И мне очень близка Эта программа Она такая Как бы Она очень С одной стороны Спокойная С другой стороны Она такая Очень очищающая И познавательная И познавательная Я думаю Что люди Много узнают Это русский романс На русском языке Нет Там есть Как раз Там Как раз Вся история Вот романса Как он Путешествовал На разных языках Потому что От Испании До России Есть некий путь То есть она не только музыкальная Но и Можно сказать Образовательная Это такой Да Для расширения кругозора Такой Как бы Discovery Channel На сцене Да Это такая Мне нравится Такие программы делать То есть где Мне Я При помощи музыки Могу что-то рассказать Маша Скажите А сейчас Лето Каникулы А в принципе Эта программа Вы планируете В следующем сезоне Как-то представить Я очень надеюсь Причем Кто не успел Посмотреть Да Я очень надеюсь Потому что То есть я очень хотела бы Продолжение этой программы Потому что действительно Она такая Такая Удивительная Мне Мне самой Она очень нравится И сейчас Ведутся одни переговоры Я пока не буду говорить ГОП Но Бог даст То Все случится И она будет Она будет Как раз С осени То есть к осени Тогда мы будем держать Руку на пульсе Ну и конечно Наверное Радиослушатели Ждут Что мы Спросим вас Про Евровидение То есть Вы у нас Достояние республики Символ Латвии Человек Европы Даже Кстати Очень интересный факт Вы помните Что вы были Человек Европы После победы Да Ну мы Мы все живем Сейчас в Европе И вот в этом году Было Евровидение Вот как Скажем Оглядываясь назад То Евровидение Которое В котором Победили вы И то Что сейчас Происходит Это очень Разные вещи То есть Я честно скажу Я не особо Интересуюсь Евровидением Потому что Это не совсем Это вообще Не моя музыка Так скажем Не мои музыкальные Интересы В этом году Вот как так случилось Я решила посмотреть Потому что То что И финал Потому что Израильтяне Зная израильтян Зная шведов Которые мне так кажется Тоже участвовали В постановке Должно было быть Что-то интересное И Мне было интересно Посмотреть Технические возможности Которые сейчас используются Потому что На сегодняшний день Конечно Евровидение Это технический конкурс Очень Вот Но скажу честно Что я была приятно Удивлена Тем Что действительно Вот То что я Говорила Несколько лет подряд Ребятам Которые уезжали На 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 Евровидение Что они должны Точно знать Что они хотят Ту картинку Которую они хотят видеть Потому что Технические Возможности Они заслоняют Сейчас Исполнителя И Очень часто Там Как бы Свет И На экране Видео Этого гораздо больше Чем того Человека Который на сцене А люди По большому счету Все-таки Реагируют И запоминают Человека И человеческие глаза Для меня Наверное Это было Вот Для меня Я это поняла Когда было в России Евровидение И когда была Эта песня Маму Которая довольно Такая хитовая И она И она Осталась Вообще Аутсайдером Потому что Было сделано Потрясающее Видео Огромная Работа Которую Показывали Как эта девушка Она Состарилась Исполнительница Если помните Это видео Крупным планом Показывали Вот это Ее Изменение Трансформацию Но Саму Исполнительницу Практически Никто не запомнил И для меня Это таким фактом Стало важным И я была Очень приятно Удивлена Тому Что Вот в этом году Как раз таки Очень Исполнители Не были заслонены Техническими возможностями Хотя технические возможности Были обалденные То есть Как-то очень правильно Все было Подобрано Мне это было Приятно То есть Какой-то человеческий Такой момент Вы Отметили В позитивном смысле Да Это действительно Вот в этот раз Мне очень То есть Я не знаю Как было в прошлые разы Но вот Мне понравилось То есть Когда я что-то видела Я понимала Что опять То же самое Опять 25 Вот Ну С точки зрения музыки Это Я уже сказала Не моя музыка Было пару номеров Которые Как бы Были лучше Чем Чем другие Ну скажем так Маша А расскажите Пожалуйста Еще Немножечко В другой Ипостаси Вы В творческой Стали себя проявлять Театр Дайлос То есть Ваша работа В спектакле В театре Дайлос Ну я не стала Себя проявлять Я как бы Периодически Где-то Да Это все-таки Мой шестой Или седьмой спектакль В котором я участвую И Да Так вот Джитлинджер Пригласил Он меня увидел В постановке Арт В которой нет Женской роли То есть Там Это постановка На троих мужчин Вот Но он сказал Что он Не представляет Спектакль В котором Есть только мужчин И нету женщин И вот он Придумал Что Поскольку Пьеса французская То как-то Вот ему пришло В голову Что это мог быть я И вот мы создали Как-то Можно сказать Даже совместно Это какой-то Образ Такой Интересный И мне очень нравится Этот спектакль Он признан В прошлом году Лучшим Постановкой Дайлас театра И вот мы уже В сентябре У нас будет Третий сезон Когда мы пойдем Со спектаклем Значит мы ждем Сентября Потому что у нас Будет программа Романсов В сентябре Мы пойдем В театр Дайлас Посмотрим Как вы там Вы на французском языке Поете Моя роль Моя роль Она такая музыкальная Но не только Еще вот буквально На днях Вы Ходили в гости В школу И знакомили детей С профессией Расскажите Как вы туда попали Просто вам позвонили Сказали Дорогая Мария Наума Придите к нам в гости Вы знаете Мне написали В фейсбук В официальный Как бы фейсбук И я откликнулась Мне было очень интересно И вообще Это был такой Интересный опыт Прийти к ребятам И было интересно Их было много Полный зал Вот И мне было И мы пришли Только с моим Гитаристом С Егором Кавайковым И мы пришли И на самом деле Мы исполнили Какие-то вещи Которые совершенно Вот из роман Своей программы Которые Для этих ребят Они вообще далеки Музыкально Эти вещи Но мне было приятно Что они подошли Ко мне Потом подошли Девочки Они сказали Вы просто Взрывчатое Вещество Мне так было Это приятно То есть Действительно Им понравилось Очень Одна девочка Подошла Это было вообще В конце Она сказала А вот Левьян Роуз Вы знаете Я запела И она стоит И плачет Я поняла Что есть То есть Молодежь Она То есть Есть дети Которые интересуются Тем Что было интересно Их родителям Их бабушкам С дедушкой Это так тронуло Не все потеряно Но это был интересный опыт Рассказать о том Что я делаю Как я делаю Может быть Что-то посоветовать Не знаю Ребятам было интересно То есть И в буквальном смысле Получилось До светлых слез До светлых слез Да До светлых слез Это наверное Это вообще Моя наверное Такая коронка Как-то у меня Так получается И самой Прослезиться Вот от радости От какой-то Да И видеть Напротив Такие чистые лица Со слезами На глазах Да Со светлой радостью Знаете У нас такой Сентиментальный уклон Такой в программе Наметился Я тогда тоже скажу Вот мы были в Голбан А это далеко Это больше двух часов Надо было ехать Вот мы приехали Туда познакомились С семьей Этой девочки С мамой Смотрели вот этот подъезд Эти злосчастные Восемь ступенек Которые не дают ей Выйти на улицу Когда мы приехали Девочка была в библиотеке Потом вот она пришла И все вместе там Помогали ей Помогали взгромоздить Ее через эти восемь ступенек В общем Ну реальная Ну как Реальная проблема И в принципе Семья такая Оптимистая То есть вот у них Ребенок играет на флейте Танцы в инвалидных колясках Любит она с папой поехать На футбол На хоккей На хоккей Она болеет Вместе с папой На хоккей На рыбалку Папа ее значит Таскает И так вроде Все оптимистично Вот есть У нее двоюродный брат Это мамин племянник То есть тетин сын Ему 15 лет Вот он у нее просто такой вот И защитник И помощник И нянька И ассистент Ну в общем вот Вроде как все хорошо И один раз Мама заплакала То есть мы Долго разговаривали Что ребенок любит А как в детстве Какие любимые игрушки Один раз мама заплакала Отвернулась и говорит Она Когда было ей 6 лет Она участвовала в Валмере В фэшн вик был И линия детских платьев Очень красивое такое платье Как у принцессы Вот она выходила На своих роллаторах С колесиками Ремонстрировала это платье В принципе ей очень нравится Красивое платье Но она же не ходит Она только сидит Ножки под платьем Значит самая любимая сейчас Бабушка которая шила И вдруг Вот она спросила Вдруг Мама Когда я буду вот невестой Буду выходить замуж Я смогу пойти своими ногами И вот Мама сказала Я ей не сказала да Я ей не сказала нет Я сказала не знаю Вот на этой ноте Мама расплакалась На самом деле Мама правду сказала Она не знает Потому что чудеса случаются И только надо молиться За таких родителей во-первых И конечно за всю ситуацию Я очень быстро Понимаю что мало времени Я просто хочу Подсказать может быть Людям Возможность Как можно помогать Очень просто Другим И то что мы Практикуем в семье У мужа был юбилей Поэтому Это было очень здорово Это было очень приятно Во-первых людям Потому что они Помогли Реально помогли И для нас Это было Действительно Такое Ну это радость Облегчение С одной стороны Да Потому что Подарки Мне кажется Сегодня уже часто Могут стать Даже какой-то Обузой Потому что Перебор всего Не так-то много Нам всего Нужно А вот помочь кому-то Это по-моему Самый лучший подарок Так что Если у кого-то юбилей Или просто День рождения И напоминаем Что в эфире Была программа Зеленая лампа Помогаем мы На этой неделе Десятилетней Анечке Установить подъемник В подъезде Для инвалидного кресла В гостях у нас была Сегодня Певица Мария Наумова И Завершая программу Маша Вот вам По традиции Мы предоставляем слово Скажите что-нибудь Доброе Важное Нашим радиослушателям Да вы знаете Мне кажется Самое важное Сейчас Это просто Поднять телефон И позвонить И сделать то Что вы можете То что Мы все можем То что я сделаю Когда выйду Из этой студии Потому что Не так-то много Что нужно Нужно просто Взять и сделать Потому что Очень часто Мы думаем О том Как сделать Но не делаем А сделать Гораздо легче Чем думать о том Как сделать Поэтому Все может получиться И если люди Будут откликаться Если их сердце Вот Первое желание Знаете Вот знаете Как бизнесмены Вот один из принципов Успешного бизнесмена Вот если ты захотел Чаевые дать Вот у тебя Вдруг ты думаешь Вот ты хочешь дать Чаевые столько Или столько Вот дай больше Вот это есть Это Это как бы Принцип успеха Вот будьте успешными Помогайте Спасибо Всего доброго вам И до следующего вторника